Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость – председатель Ульяновского регионального отделения Союза писателей России, ученый-секретарь Дворца книги Ольга Николаевна Даранова. У нас есть повод поздравить нашего гостя. Ольга Николаевна Даранова стала лауреатом поэтической премии имени Николая Благова. А еще совсем недавно вышла новая книга Ольги Дарановой «На солнечной полосе». В стихах выражено глубинное и корневое, кровное и горячее, удивительное по силе чувство родства. Это живая связь с предками и потомками, и собственные ощущения – звена в цепи. Родства – неугасимый свет. Итак, слово нашему гостю. Добрый день, дорогие друзья! Я Ольга Даранова. Сегодня здесь, в студии литературной гостиной, хотелось бы поделиться с вами своим творчеством, своей новой книгой. Действительно, совсем недавно, в декабре прошлого года, вышла книга, моя книга «На солнечной полосе». Вот сегодня я ее принесла с собой, и хотелось бы прочитать стихи из этой книги, сказать, как она создавалась, чему она посвящена, как рождались стихи. Но скажу, что в начале этого года состоялось вручение Межрегиональной Благовской премии, и я была в достойной чести стать лауреатом Пятой Межрегиональной поэтической премии имени Николая Благова. Для меня, конечно, это очень почетно, поскольку имя Благова для нас дорогое, и не только для нас, ульяновцев, оно дорого и для россиян. Николай Благов – замечательный поэт. И быть, так сказать, причастным к его имени, к его творчеству – это очень здорово и, конечно, большая ответственность. Почему на солнечной полосе? Что это за солнечная полоса автора, скажем так? Безусловно, солнечная полоса – это солнце, это наш мир вокруг, это незабываемая природа, это родные места, это дом, сад, корни свои, откуда родом. Люди дорогие, которые живы, которых уже нет, но они живы, они в памяти. Солнечная полоса объединяет нас всех. Она объединяет памятью, добром, какими-то радостными минутами бытия, которые держат нас на этой земле, чего мы не должны забывать, чем мы живем. Еще солнечная полоса для меня – это встреча с классикой, встреча с возвращением, что ли, к классике. Любимые авторы, любимые поэты, конечно, и Пушкин, конечно, и Гончаров, и поэты XX века, и Пастернак, и Бунин, и Луговской, и Цветаева, и Ахматова, и Есенин, Маяковский. Ну, те, которые в какое-то время, каждый в свое время вошел в мою жизнь и своими стихами, своей незабываемой судьбой наложил отпечаток. И вот, наверное, как-то пришло время сказать о них, захотелось сказать о них, позволило себе высказаться о них, так сказать, затронуть великие тени. И еще солнечная полоса – это большая часть моей жизни, которая прошла в исторической части города. Это Венец, это Ульяновский пединститут и, конечно, дворец книги, где, в общем-то, с юности, юность, зрелость, и вот по сей день там, как я условно это назвала, мое царское село. Ну, поскольку действительно это и место историческое, связанное с великими историческими событиями людьми. И те учителя духовные, которые заложили, наверное, основу, что ли, ну, оставили глубокий след. Учителя педагоги, учителя школьные, институтские. И четыре года института – это была большая школа, и я их до сих пор всех помню. И с благодарностью, с благодарностью вспоминаю и Евгению Петровну Гематову, и Светлану Романовну Шуставу, и Ивану Дмитриевичу Хмарского, и Лидию Георгиевну Шахову, конечно, и Надежду Васильевну Алексееву, Игоря Николаевича Полосухина, да и многих других, которые вот каждый, каждый, как, действительно, как, они как кометы, «Негаснущие кометы, они светят вечером в твое окно». И вот цикл «Иная история», он во многом как-то и посвящен этому, ну, и эссе, которые продолжают, завершают книгу, прозаические эссе в прозе, о них, вот об этом, о том, что главное, главное – это люди, люди, которые оставили след в твоей жизни. И оставляют след. Ну, вот, а еще четыре раздела стихотворных на родовой версте, такое с Родиной созвучие, «Свет негасимый» и «Иная история». Ну, наверное, мы как-то будем, я постараюсь свой разговор, свое выступление чередовать со стихами, это будет правильно, это будет логично. Ну, хочу сказать, что большое спасибо всем моим коллегам, единомышленникам, кто принял участие в создании этой книги, и Николай Викторович Марянин, Любовь Викторовна Попета и Елена Викторовна Кувшинникова, которая прекрасный отзыв также написала. Вот самое начало книги, я говорю, что это программные стихи, два программных стихотворения. Говорят, всегда стихи-то ведь нельзя рассказать, и зачем их рассказывать? Их надо просто читать и слушать, и становится, наверное, все понятно, потому что любой поэт, любой автор, он в стихах, он в своем творении, он в своем творчестве. И если рассказываешь стихи, значит, что-то не доработало, значит, что-то не так. Поэтому я надеюсь, что у меня благодарные слушатели, хорошие слушатели с чутким ухом, и они, конечно, поймут. Я там живу, где старый сад цветет, где к стенам дома травы припадают, где дождь стеной благоухая льет, и бабочка над озером порхает. Я там живу, где сила кровных стен, надежней молвы и злых наветов, где тайный берег мой и вечный плен, река, ромашки, земляника, лето. Я там живу, где мягко мою боль излечит это прикосновение лето, где я трава, земля, пчелиный рой и лес, пронзивший полосу рассвета. Я там живу, где за одним столом те, кто со мной и кто ушел навеки, где поминальный свежий майский гром слезой причастием капнет мне навеки. Я там живу, где тикают часы, без века, года, месяца и суток, где сон и явь дрожащие весы, где каждый день любви и боли сгусток. И еще... Ну, дальше продолжим. Вот в январе 19-го, день памяти моей прабабушки Варвары, есть у меня стихотворение, которое называется «Старинная фотография». Сударыня, свет мой, графинишка старая, Под яблоней дремлет молитвенник сполз. Прабабка моя, ее звали Варварою, Корону и гребень в венке длинных коз. Она жестом легким, рукой пергаментной, Ту яблоню гладит, молитву творит. Когда это было? В паре незапамятной, Слеза запоздала, в ресницах дрожит. Была молчаливой, спокойной и мудрою, Как мать ее и как матери-мать. А нравом сурово и рисовой пудрою Лицо высветляло графине под стать. В атласном скольжении юбка раструбами, Как неизбежность на листьях лежит. И в нитку собраны властные губы ее, И тайное пламя во взоре горит. И, может быть, я там, за креслом ореховым, В переднике белом, по струнке стою, Чепец поправляю, рукой неумехую, Варенье вишневое блюдечко лью. Но даже и в этой девчонке-нескладнице Твою отстраненность в себе узнаю. И в день, когда стану я чьей-то избранницей, Такую же юбку себе я сошью. И стать твою барскую, поступь неспешную, Я в правнучке нежной своей разгляжу. И гладить головушку буду безгрешную, И чепчик ей так же, как ты, завяжу. Родные, близкие, родной дом, родные места, Родная Туть, поселок Туть, который все знают, В черте города Ульяновска, Железнодорожный район, Старый вокзал, Свияга, желтый песок, Свияги, теплый. Это тоже солнечная полоса. Лето, как говорила бабушка, говорила, Лета бывали жаркими. Нет таких сейчас времен. Прошли эти времена. Да, зимы суровые. Поэтому вот вспоминай это, Пишешь всегда ведь не только о весне, Лете, зиме, осени. Нет, конечно. Пишешь о тех эмоциях, о тех чувствах, Что ты испытала в какой-то момент. И любой шаг твой, Любой глоток воздуха весенний, Любое соприкосновение с природой, Это не просто пейзажная лирика, А это свое отношение. Это ты в интерьере этой жизни, В интерьере, даже нельзя сказать, Ну да, в интерьере того мгновения, Той минуты времени, когда это было написано, Когда это родилось. Санки. Откуда ты с детства? Из-под спуда, Из давних дней, Спрессованных годами, Всплывает этот вечер, Это чудо. И девочка с печальными глазами. Я вижу себя маленькой, Стоящей среди двора. Зима была крутая. Крест на крест шаль, И шариком блестящим Звезда с небес далекая сияет. Уж вечереет, Тишина стозвонна, И в сумерках все очертания строги, И слит на снегу и двора бездонна, И сон людей оберегают боги. Я помню, снег тут, Шорох близкой ночи. Вы спросите, Чем снег тут отличался? А тем, Что был он ярче, Глубже, Звонче, И за калиткой долго не кончался. Еще я вижу санки. Что за санки? С вершин лапланских, Где живут саамы, Из сказки древней, Из деревни санты, Они мне переданы, Снежной дамой. О, Андерсон, Ведь мы все так же плачем, Над мотыльком булавкой пригвожденным. Огнем солдатик оловянный схвачен, Расплавленный, Но все ж непобежденный. Но гаснет чудо, Молоко в постель мне, Чтобы заснуть, А по снегу звенящие, Полозья скрипнули И в вечность улетели. А дальше сон, Но санки настоящие. Вот я уже сказала, Да, вот хотелось бы мне Еще прочесть одно стихотворение, Даже не знаю, Но Новый год, Это всегда то время, Когда чего-то трепетно ждешь. Твое существо волнуется, Ты смотришь, Какая бы ни была погода, Что бы ни случилось, Оттепели, Но ты ждешь этого чуда. Новый год, Господь все видит. Так же, как на Пасху, Свет на Рождество, Пронзительный свет, Это слепительный свет. Так же, на Новый год Всегда бывает снег, Всегда бывает мягкая Пороша, И всегда бывает такое состояние, Единство с теми, Кто с тобой рядом, За столом, Вокруг елки, И с теми, Кого уже нет. Вновь Новый год, И скоро в доме елка, Зажжет огни, Наполнив воздух хвоей, И отварит смолистую иголкой Дверь в новый день, Исполненный покоем. Мы сядем в круг, И, провожая старый, Помянем всех слезою поименно, Тех, кто ушел Или остался в дарном, Под общим небом, Вечным и бездонным. Мы вспомним, Как, воспрянув от испуга, Мы новой болью обжигались снова, Нелепостью была потеря друга На остриении сказанного слова. Мы вспомним, Как смеялись и шутили, Струной звенели В праздник и на тризни. Мы вспомним, Кем для друга есть и были, И будем счастливы, Что есть мы в этой жизни. И будет елка ласково светиться, И мирно спать ребенок В колыбели. О, как красивы будут ваши лица, И лица тех, Кто к елке не успели. И суете предпраздничной внимая, Мы невзначай взгляд бросим за окошко, А там равнина снежная, Немая, Свободная от боли В звездной крошке. Вот так, штрихом, Намеком, коротенько, Мы столько вспомним, И не вспомним, Столько, и будем верить. Вот еще ступенька, И дверь откроется, И все начнется только. Следующий раздел, Такое с родиной созвучие. Родина, малая родина, И большая родина, Все, наверное, слито. Вообще, условно говоря, Невозможно разделить четко, Провести границы между разделами книги. Они взаимосвязаны, Они перетекают друг в друга стихи, Потому что чувство эмоции, Состояние души, Его невозможно разграничить Временем, событиями, Годом, Временем года. Стихотворение называется «Лестница». Лестница, та самая, Ее можно представить, Это лестница, Которая на венец Или свинца вниз К подгорью. Лестница, которая На том месте, Где практически я работаю, А работа – это наша жизнь, Вторая жизнь. И часто наблюдаешь Эти яблочные сады, Этот красивый венец, Эту широкую Волгу, Заволжье. И не просто наблюдаешь, А ловишь себя на мысли, Что здесь ведь спят века, Спят времена. Может быть, мы чего-то не знаем, Какие тайны она хранит. От Волги лестница, Как вечность, Ступи и начинай подъем, Из дней минувших В бесконечность, От Волг В небесный водоем, Гора Симбирская В цветенье, Сады, Дух яблочный, Простор, Ветров незримое Скрещенье, Деревьев, Бериндеев, Хор, Ступенька каждая Былое, Домишки в спутанных Ветвях, И запустение нежилое, И предков Разметенный прах. И чьи здесь тени, Чьи здесь лики Ложатся фреской На закат, Кто низменный, А кто великий, Главах в голове Давно лежат, От Волги вольный, С небом слитый, До старых башенок венца, Разматывает время свиток, И нету времени конца, Послушай лестницу, Лес снится, Под горе древнего душа, С твоей душой сейчас родница, Одним дыханием дыша, И цвет, И тлен, И пир, И тризма, Ах, эти яблони Ворву, Их красотой И укоризной, Живем мы здесь, И я живу. Осень – это тоже очень, Очень поэтическая, Очень волнующая пора. Если весной мы живем надеждой, Солнечным лучом, То осень – это пора замирания, Но это больше философская пора. Пора осмысления, Пора неспешных дум, Проникновения в себя, Познания себя. И опять же, Вот это миросозерцание, Которому ты радуешься. И рождаются слова, Как всплеск, Как всхлип порой. Покров Моя пора. Октябрь мерцает Опалом пестрых гулких дней. В лесу тропинка все видней, А позолото угасает. Пламандским вархатом свисая, Листва укрыла спуск венца. За Волжским далем нет конца, И так прекрасна жизнь земная. Все чувства сдержаны, И счастье в груди теснится со слезой. Мне этой влажной порой Приятной само ненастья За считаном земля и небо. И все, что в этом мире сущно, Пусть сбережется в дне грядущем, Пусть светом будет, Будет хлебом. Каштан сорит созревшим плодом, Рябина слаще и красней, Дни кратки, ночи все длинней, И мы готовимся к исходу, Осенних дней, Ноябрь встречая, И Божья Матерь, Амафором, Над Волжским благостным простором, Добро сокроет, Сберегая. Ну вот, зима закончилась. Зима в этом году была такая, Как в детстве. Настоящая зима, Настоящая русская зима С большими высокими снегами, Вот которые помнятся, Закрывали весь сад, Деревья были видны только в верхушке, Заборчика не видно было, Мороз, Это было, Это правильно было, Так жилось, Так полагалось, Такая должна была быть зима. Русская, Сухая, Снежная, Крутая, Блестящие на солнце, Эти были снега, Поэтому их невозможно забыть. Стихотворение «Русские зимы» Такие снега были в девственном прошлом, Когда белизна до бездонных небес, Когда ослепительной звездной крошкой Посыпаны были поляны и лес, Когда в повесть жизни был вписан пролог лишь, И мыслилось просто, что все впереди, Когда тишина так звучала, что глохнешь, Когда честно на ночь, Господь, отведи, Когда свет рассветный лучом мягким прялся, И в печке беленой гудели дрова, Когда русский Пушкин в душе открывался, И сказок всплывали во сне острова. О, как не хватает тех русских пейзажей, Как невосполнимо скудеет земля! Я помню, щекой перепачканной сажей Ко мне прижималась бабуля моя, И крепость была-то не только морозной, Проста была жизнь, но богаты сердца, И если беда была вестницей грозной, В одну рать сходили с родного крыльца. И где б ни остался земляк наш сраженный, В каких бы полях ни упал он с коня, Он русскую стужей навек был крещеный, И встать помогала родная земля. И пусть будут крепкими русские зимы, А кони горячие и руки сильны, Мы сталью морозной и духом хранимы, Мы русскому снегу, как клятве верны. Ну, наверное, надо несколько слов сказать о той малой прозе, которая тоже здесь есть. В книжечке включена. Это короткие очерки, эссе. Я уже говорила вот и о моем царской селе. Ну, это воспоминания О студенческой, о библиотечной жизни, О тех людях, которые меня окружали. С кем начинался мой, так сказать, жизненный путь. Ну, определенный, значит, этап жизни, большой этап. Это школа становления, это тоже школа мудрости, Это учеба, это не только библиотечная жизнь, Не только работа в библиотеке. Это вот благодарность судьбе за то, Что она даровала возможность встретиться С разными интересными людьми. И это не только библиотекари. Это читатели, гости библиотеки, Писатели, ученые, артисты. Люди, которые поразили, О которых стоит вспоминать, и у них учиться. Вот об этом эссе «Мое царское село». Ну, и краткий очерк, он тоже мне дорог, Посвящен Сергею Борисовичу Петрову памяти его, Называется «Безхозяина». Так случилось, что после смерти известного краеведа Пришлось забирать его библиотеку, Дворцу книги передана была библиотека, Ну, большей частью ее разбирали, Архивы в доме покойного Сергея Борисовича. И поехала, захотелось побыть, Что-то влекло. Наверное, не верилось. Какое-то присутствие его, Чувствовало, что он там еще. Вот хотелось это ощутить и увидеть. И вот родились эти строки, Что действительно и стены, И такая аскетичная обстановка, И его вещи, И его костюм, И его портфель. Ну, его книги, конечно, прежде всего, Стеллажи, Его комнатка вся в книжных стеллажах, Где разные века, Разные философы, Поэты, От древности до наших дней. И все вспомнилось. И он вспомнился. И его трепет, И его нетерпение, И его забота обо всем. Об этом, И все это вылилось, Не все, безусловно, Как получилось, Вылилось в очерк без хозяина. Есть еще и небольшие такие зарисовки, Ну, вот, например, Минувшее меня объемлет живо, Место, в которое попали совершенно случайно, С друзьями, с коллегами, Место в черте города, Где попадаешь словно в другой век, В другое время. И краткий этот миг, Час пролетел незаметно, Но он всколыхнул прошлое. И спасибо хозяину, Что он нас приютил. Но мысли вернули нас, Опять же, к Пушкину. И вот такое соединение времен Тоже родило строчки. Я хочу завершить Нашу сегодняшнюю встречу Стихотворением, Которое Также отзывается, Лейтмотивом проходит, Наверное, в этой книге. Это «Солнечные полоса». Опять же отзывается Во всех стихах, по сути дела. И в прозе она есть, Это «Солнечные полоса». Это то, Что хочешь сказать каждой строкой, Но каждый раз говоришь. Дни мои, Золотые слитки, В каждой грани их мир цветет. Так жасмин у родной калитки Расцветает из года в год. Пусть недолго его цветение, Эта радость всегда со мной. Вот и мальва густой орденье Обрамляет июньский зной. День за днем Вереница счастья. Лей подарит медовый цвет, В этот жар ароматный, Пасть бы задержаться на много лет. В этих днях будет жить мой голос, Мое платье и легкий шаг. Будет вновь наливаться колос, И олеть на полянах мак. Все вернется зима и лето В свой черед и в своей красе. Здесь ли буду, а может где-то, Там, на солнечной полосе. Благодарю вас, дорогие друзья. Благодарим Ольгу Николаевну Даранову За участие в нашей программе. Вам, дорогие друзья, хочу сказать, Что во втором номере журнала «Симбирск» За 2024 год опубликовано Подборка стихов Ольги Дарановой. Читайте наш журнал. Всем вам, дорогие друзья, Желаю добра и радости. Всего самого светлого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok